Однако, можно заметить, что плохое и хорошее, как правило, в человеке смешано. Так происходит, потому что обычно люди непостоянны в своем выборе. И это очень трудно, быть плохим и хорошим одновременно. Столько внутренней борьбы, столько раскаяний, благословений и проклятий, взлетов и падений. Такова человеческая жизнь, такова карма человека. Мы несем в себе эти противоречия еще из прошлых жизней и забираем с собой в будущее. Впрочем, что бы там ни было в прошлом и что бы ни ожидало нас в будущем, мы всегда остаемся в настоящем, в том месте, где мы можем сделать свой выбор. Человек создает будущее прямо сейчас. Ошибаются люди, которые постоянно думают о будущем и не замечают настоящего. Их будущее так и останется навечно в их воображении. Оно никогда не воплотится, посмотрите на картину Васнецова «Витязь на распутье». Вот он момент настоящего. Куда идти? Чтобы двинуться в путь навстречу собственной судьбе, нужно быть героем или очень мудрым человеком. И действительно, согласился бы человек делать то, что он делает сейчас, если бы заранее знал, к чему это приведет. Изначальное значение слова «карма» – благочестивая, религиозная деятельность, направленная на благо всех людей. Человек, занятый такой деятельностью, проживает удивительную жизнь в добрых подвигах. Он дарит просветление и счастье людям, отрекаясь от себя. Таков праведник. После смерти он поднимается на райские планеты. Вот один из путей. Пойдешь им, станешь героем и возвысишься, но здесь, в этом мире, погибнешь. Герои, как правило, наслаждаются жизнью только после смерти, когда попадают в рай. Но, получив там свою награду, они снова возвращаются сюда, на землю, чтобы зарабатывать новую карму. Потому что в раю никто не работает. Там только наслаждаются хорошей кармой. И чтобы попасть в рай, нужно заслужить его здесь. Только на земном уровне Вселенной создается карма. Карма, как деньги, кончились, нужно снова идти на работу. Помимо благочестивой есть также эгоистическая, греховная деятельность, направленная на удовлетворение собственных чувств. Она называется «викарма» и относится к тому случаю, когда человек готов на все ради собственного счастья, воровство, обман и даже насилие над другими людьми. Плоды такой деятельности исполнены страдания как для того, кто ею занят, так и для всех окружающих. Другими словами, викарма – это деятельность, направленная во вред самому себе. После смерти такой человек всегда получает плохое, неудачное рождение и в конечном счете попадает в ад. Но и там он не остается навечно. Очистившись от плохой кармы, он снова возвращается на землю и продолжает здесь творить свою судьбу. Карма в нашей жизни, кроме благочестивой и греховной деятельности, существует также окарма – деятельность, не приносящая результата, или бездействие. Частица «а» на санскрите означает отрицание. Для вечно активной души полный отказ от деятельности невозможен. Но иногда человек не хочет выполнять свои обязанности, скажем, на работе или в семье. Это называется паразитизм и также является деятельностью, но только низшего порядка. Такой образ жизни избирают люди разочарованные, потерявшие веру в Бога и в свои силы. Они презираются обществом и утрачивают хорошие качества. Потеряв творческую энергию, эти люди постепенно опускаются на самое дно жизни. Их считают ходячими мертвецами, потому что они живут на свалках мусора или в подвалах. После смерти они становятся привидениями, животными или идут в ад. Временное прекращение деятельности – это просто усталость. Моральный облик кармы мудрости кармы изначально были и остаются очень связанные понятия. Мудрый же человек отказывается не от самой деятельности, а от чувства собственности по отношению к ее плодам. Он знает, в этом мире ему ничто не принадлежит, ведь он приходит ни с чем и ни с чем уходит. Прах ты и в прах обратишься. Все принадлежит Богу. Понимая это, мудрый человек работает не ради накопления богатств, а и для того, чтобы возвыситься духовно. Он предлагает все свои труды Всевышнему Господу просто из любви и благодарности. Настоящая любовь бескорыстна, она самодостаточна и не нуждается в материальной поддержке. Наоборот, все материальные отношения требуют, чтобы в их основе была любовь. Иначе они становятся неприятными. На самом деле, каждый человек хочет служить из побуждений чистой, без примеси выгоды, любви. А, мой дорогой Господь, я не хочу копить богатств, мне не нужны ни прекрасные женщины, ни последователи. Я хочу только одного, жизнь за жизнью предана служить тебе, не ожидая ничего взамен, так говорил Шри Чайтания Махапрабху еще в XV веке. Когда человек действует в подобном умонастроении, для него не существует больше ни греха, ни добродетели, ни ада, ни рая. Что бы он ни делал, он не получает плохой или хорошей кармы. Это путь освобождения души, или окарма, возвращение к Богу. Карма и реинкарнация. Карма и реинкарнация. Продолжение следует...